Дорожные транспортные происшествия В обращении по вопросам безнадзорных животных, в двух из которых покусали мужчину и женщину на правом и левом берегу. Произошло семь пожаров. Основное количество случилось 10 и 11 апреля. В одном погиб мужчина. Предварительная причина пожара детская шалость. В 8 часов 10 минут 10 апреля на единый телефон 112 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Родник». На момент прибытия первого подразделения из двух гаражей шел густой дым. На тушение пожара было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. В результате пожара огнем повреждены пол, вещи, стеллажи на площади 7 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одном из гаражей обнаружено обгоревшее тело погибшего. Его личность и социальное положение устанавливаются. Также устанавливается причина пожара, виновное лицо и ущерб. В этот же день в 9 часов 17 минут поступило сообщение о задымлении в подъезде дома номер 27 по улице Энгельса. К месту выголов было направлено 9 человек и 3 единицы техники. Причиной задымления явилось возгорание мусора в мусорокамере. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В 10 часов 48 минут 10 апреля на единый телефон 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Мира. На тушение пожара было задействовано 4 человека и 1 единицы техники. В результате пожара повреждена электропроводка автомобиля. Предварительная причина пожара – неисправность электросистемы транспортного средства. Госавтоинспекция при Ангаре рекомендовала любителям велотранспорта и средств индивидуальной мобильности не торопиться выезжать на улично-дорожную сеть. В ведомстве подчеркнули, что сезон следует открывать с приходом устойчивой теплой погоды и посоветовали после длительного перерыва восполнить навыки передвижения на закрытых площадках, в парках или скверах. ГИБДД назвала самое распространенное нарушение ПДД среди велосипедистов. Им стал неправильный проезд через пешеходный переход. Штраф за это нарушение сейчас составляет 800 рублей. На прошлой неделе в городской администрации прошла техническая планерка с представителями управляющих компаний и подрядными организациями, отвечающими за уборку периметров микрорайонов и дворовых территорий от снега, подсыпку тротуаров и дорог. Управляющим компаниям было даны указания, чтобы ежедневно эти работы осуществлялись, чтобы жалоб от граждан не поступало. В принципе, после разговора с управляющими компаниями мы услышали, что такие работы в любом случае выполняются. Мы сами, в принципе, видим, но бывают иногда и провалы в этой деятельности. Собранный в огромной куче снег во дворах тает и превращается в гигантские лужи, которые не стекают в забитые мусором перемерзшие ливневые канализации. У нас на сегодняшний день у департамента жилищной политики администрации города Уст-Римска заключен муниципальный контракт по содержанию дорог, в который входит именно обслуживание ливных канализаций. То есть у нас вот этот вопрос, проблема была на Димитрово 28, то есть мы в субботу устранили этот затор. То есть пробить его не пробили, но откачку воды осуществили, потому что надо разбираться, вскрывать, смотреть, в связи с чем образовался затор, или это все-таки еще налить идет конкретно, или все-таки какой-то провал. Ну то есть как будет температура позволять, то есть эту работу сделано. Но факт в том, что откачку воды осуществили, это да, то есть у нас если проблемы на участке есть, мы в принципе и сразу реагируем на них. Также управляющая компания была направлена, то есть при разговоре мы проговорили, чтобы они в границе эксплуатационной ответственности также устраняли данные заторы и не допускали образования таких больших луж. И соответственно после технической планерки были направлены письма управляющей компании у ЕЖКХ 2008, а именно это у нас по проспекту Мира 64. То есть там тоже у нас крупный затор, большое количество скопления воды после обильного таяния снега. Сейчас у меня специалисты тоже поедут на выезд, то есть посмотрят именно, устранили ли они данный затор. Многим устилинцам до сих пор непонятно, что входит в их тариф по коммунальным услугам. У одних предусмотрена очистка от снега 2-3 раза в зимний-весенний период, а у других даже вывоза снега нет. Тут вопрос конкретно, надо смотреть каждой дворовой территории каждого дома. То есть у кого-то заложен в тариф именно вывозка снега на определенное количество, у кого-то они. То есть и... Иначе надо пересматривать тариф? Нет, ну естественно, надо, совершенно верно. То есть, конечно, тут может быть и вопрос к управляющей компании, может подрядчик халатно отработал, может все-таки управляющая компания где-то не заключила на какие-то объемы, не хватило денежных ассигнований для заключения там объемов, или все-таки это не входит в тариф дома. То есть надо разобираться индивидуально по каждому дому. То есть сейчас вот конкретно ответить, по какой причине в том или ином дворе бывают такие неприятные ситуации по образованию лошадь. То есть здесь надо индивидуально подходить к этому. Много вопросов и по уборке, и вывозке мусора. Начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства заверил, что уже и в этом направлении работа ведется. Подрядчики, которые у нас осуществляют уборку периметров, они ежедневно, то есть при таянии снега, делают подбор в зеленых территориях газон и парковые зоны. То есть здесь вопросов у нас пока что нет. То есть мы не видим такого там объема завала мусора. Слава Богу, я надеюсь, его и не будет. Но факт в том, что контроль над ними производится. Управляющие компании также пообещали, что все будет своевременно вывозиться. Присутствовал также региональный оператор по вывозке мусора. Но нас больше всего волнует вопрос. Это при сходе снега площадки крупногабаритного мусора. Они у нас оттают, и там образуются значительные свалки. То есть чтобы этот момент ликвидировать, управляющие компании с региональным оператором должны все-таки взаимодействовать и найти пути решения проблем по вывозке, как с одной стороны крупногабаритного мусора и подбора, с другой стороны строительного мусора. Чтобы этих вопросов не было. Если этот вопрос не будет решен, значит мы будем привлекать их к административной ответственности проуправляющих компаний в связи с нарушением правил благоустройства. Заместитель мэра города по экономическому развитию Эдуард Симонов обратился к представителям малого и среднего предпринимательства, которые могут воспользоваться мерами финансовой поддержки по программе Фонда развития моногородов Российской Федерации. Так как у нас город Устеринский является моногородом, есть возможность для развития своего бизнеса получить беспроцентные займы от 5 до 250 миллионов рублей на срок до 15 лет под гарантию корпорации МСП. Льготные займы возможно получить от 250 миллионов до 1 миллиарда по ставке 5% годовых на срок до 15 лет. В нынешних ситуациях, я считаю, что эта мера поддержки очень актуальна для нашего города. Тем более, знаем, что сейчас процентная ставка в банках у всех очень высокая, но здесь эта процентная ставка будет нафиксирована. Также субсидии для софинансированного 95% затрат субъектов Российской Федерации на строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры. Это тоже одна из мер поддержки. Письма к крупным предприятиям, практически всем крупным и мелким, были направлены, но ответов на них не получено. Надеемся, что все-таки предприниматели еще раз подумают над этим предложением, пока есть возможность им воспользоваться. Чтобы подробнее узнать о мерах поддержки и субсидиях, действующих в рамках нашего моногорода, необходимо обратиться в администрацию Устилимска. Стоит поторопиться. Сроки ограничены. 8 апреля в картины галереи состоялось торжественное вручение стипендии мэра города Устилимска, даренным учащимся, за достижения в области культуры и искусства. Юное дарование. Я сама являюсь выпускницей экономического отделения школы «Искусств номер один». И я не понаслышке знаю, какой это кропотливый труд. Сколько нужно упорства и терпения, чтобы достичь определенных результатов. Вы – наша гордость. Я хочу пожелать вам новых открытий и новых достижений. А наша задача – поддержать вас во всех ваших начинаниях. Поздравляю вас. В присутствующем зале были представлены шесть номинантов. Все они яркие, талантливые личности, влюбленные в свое дело и уже достигшие больших результатов в творчестве. Елизавета Сандакова, учащаяся четвертого класса художественного отделения школы «Искусств номер один». Кроме рисования, Лиза занимается танцами, рукоделием, любит читать. Постоянно участвует в разных акциях и конкурсах. Лиза занимает активную жизненную позицию. Участвует в уже традиционной для всех людей российской акции «Окна Победы». В акции рисует победу. И городцов конкурс для лиза и детских рисунков, посвященных великому празднику. София Коцуруба занимается хоровым пением и вокалом. Играет на флейте и фортепиано в школе искусств номер два. Дважды становилась обладателем гран-при в территориальном конкурсе сольного и ансамблевого академического пения. Среди воспитанников учреждений дополнительного образования северной территории Иркутской области – «Радуга голосов» в городе Братске. В 2020 году София стала степедиатрой благотворительного фонда «Илимгарант» в номинации «Одаренные дети». Маргарита Маркацова обучается во второй школе искусств по специальности декоративно-прикладное творчество. Мой любимый предмет школы искусств – это рисунок. А за что ты его любишь? Ну, для меня он был мне ежик, и я легко создавать фактуру и объем продуктов. Какое интересное. Ты же вытуждаешь, как профессиональный дизайнер, можно сказать. То есть наверняка у тебя есть при мысли, чтобы дизайнер-прикладное творчество, да? Кем ты хотела быть? Можешь предъявить дизайнер? Ну, я хотела бы быть дизайнером одежды и интерьером. Полина Панова вот уже 12-й год учится на хореографическом отделении школы искусств номер один. У нее богатый танцевальный репертуар. Полина виртуозно исполняет вариации из балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Эсмеральда», «Шопиньяна». Участвует в разных спектаклях, сюитах и номерах. Что было для тебя самое сложное? Сложно было каждый день приходить туда и заниматься. Я хотела прийти оттуда, но как-то, что-то мне очень нравится. Что-то мне осталось. То есть самое сложное сейчас – это ребятность, да? Что нужно постоянно заниматься, всегда обижать себя в том месте и не сдаваться. Наталья Терехова – воспитанница отделения народного декоративно-прикладного творчества по специальности «Роспись по дереву второй школы искусств». Владеет всем циклом обработки древесины. Любимым предметом девочки является столярное дело. Артем Андриенко окончил пятилетний курс «Театральное искусство», параллельно обучаясь народному пению и игре на гитаре. В этом году заканчивает еще два отделения школы искусств номер один – «Основы актерского мастерства» и «Современный вокал». Как и все стипендиаты, является призером многих всероссийских и международных конкурсов. Он исполнил для присутствующих стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Смех зазвенел и зазвякал, лошадь упала, упала лошадь, смеялся Кузнецкий. И лишь один я голос свой не вмешивал в боль ему. Подошел и вижу, глаза лошадиные, улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелести. Лошадь, не надо. Лошадь, послушайте, что вы думаете, что вы всех плоше? Деточка, всем немного по-своему лошадь. Каждый из нас по-своему лошадь. И может быть старая, и не нуждалась в няньке. Может быть и мысль ей моя, казалось, пошла. Да только лошадь рванула, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостиком помахивая. Рыжий ребенок пришла веселая, встала, стоила. И все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить, и работать стоило. Талантливые дети – наше будущее. Глядя на юные дарования, восхищаешься, насколько они разносторонние. А зажигаются эти яркие звездочки. Благодаря кропотливому труду преподавателей. Всем героям этого праздника были вручены дипломы и благодарственные письма за достижение, сохранение и развитие культуры родного края. Дорогие наши самые талантливые, самые красивые, самые умные дети. Спасибо вам огромное за вашу работу. Вы действительно, наша гордость, мы понимаем, сегодня видим, что будущее у нашего города в ваших руках. Мы должны точно понимать, понимаете, да, что степень юмэра дают тем детям, на кого мы возлагаем огромные надежды, что вы состоитесь в культуре и искусстве и обязательно приедете и внесете свой вклад в развитие культуры города. Спасибо вам, дорогие родители. Спасибо бабушкам и дедушкам за то, что вы позволяете своим детям познавать мир прекрасного. Ваши дети совершенно другие. Они умеют радоваться, они умеют удивляться, и они видят в других красках будние дни нашей жизни. Спасибо вам, дорогие наши педагоги. За то, что вы позволяете детям учиться и быть лучшими. Все достижения детей – это в том числе достижения ваши. С 18 апреля прием заявителей во всех региональных центрах «Мои документы» будут вести в порядке живой очереди. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Так как в ближайшее время заявителям будет доступен прием без записи, с 11 апреля на сайте mfc38.ru в разделе «Предварительные записи» сократится количество доступных слотов. А с 25 апреля прием в порядке живой очереди возобновится и во всех офисах «Мои документы» Иркутской области. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город». Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».